Лучше перестань беспокоиться о том, что вокруг тебя плохие люди, а начни беспокоиться о том, как очистить своего сердца от этого плохого восприятия. Потому что веды объясняют, что люди делятся на три категории, те, кто идут к прогрессу. Стать на путь прогресса означает духовной жизни, это один только прогресс, есть духовная жизнь. Нет другого прогресса. Не количество стиральных машин на душу населения определяет прогресс человека, а направленность взгляда внутрь. Насколько ты пробил этот щит, заслоняющий тебя от истины. Истина заключается в том, что мы сами виноваты в своих проблемах, но мы не хотим в этом принимать, не хотим. Это означает невежество. Не только бы, я тоже не хочу. Если сейчас стул сломается, и я буду падать, в этот момент я подумаю, блин, а блин, поставила, какой стул, а? Я не буду думать, что мне по сути положено сейчас упасть. Не буду об этом думать. Я стану, говорю, да, Юлия, скажите, не начни, спросите, пожалуйста, кто более мудрый получается? Я, который получил стул, и Лена, которая как бы выполнила ее. Но она ничего такого не делала, конечно. Я же привлечу. Но идея в чем заключается? В том, что любой человек выходит в это состояние. То есть боль, что делает? Раз, и сознание наружу вылетело. Но мудрый человек так себя не ведет. Мудрый человек даже в такой тяжелой ситуации понимает все правильно, потому что его сознание сфокусировано внутрь. Оно не вот так, не выворачивается наружу. Это очень сильная личность. Такие люди называются духовными учителями или духовниками, или святыми людьми, или мудрецами. Можно по-разному называть. И такой человек отличается от других только одним качеством. Больший из нас всегда ведет как слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Что значит унижать себя? Ведить в себе грехи. Нет другого способа себя унижать. И нет необходимости в другом унижении себя. Так, все время вспоминаю этот случай, когда к духовному учителю, моего духовного учителя, подошел ученик и спросил от него. Я говорю, мой духовный учитель, я такой падший, я такой падший, я самый падший. Почему я такой падший? Посмотрел на него и говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. А что это можно найти, понимаете? Что-то хорошее, сам падший. Просто падший. Когда человек видит свои грехи, он может оцелеть. И слово «гуру» или «учитель» в санскрите переводится в «тяжелый». Есть два слова «лакху». «Лакху» означает «легкий». И в санскрите это слово «легкий» также переводится в «пагетностный» и «серьезный». Понимаете? А слово «гуру» переводится как «наставник» и «тяжелый». То есть для ученика святой человек очень тяжелый. А для обычных людей он очень смелый. Он никого не будет трогать, никому не будет говорить, ты плохой, ты плохой, а гуру все потеют. Так не будет говорить. Нет. Если взять, допустим, наставника, духовного учителя, он ведет себя очень скромно в обществе. Он не считает себя каким-то возвышенным. И когда он дает духовное посвящение своему ученику, он говорит, «Я на самом деле более падший, чем ты, но так как Бог так устроил, что я должен быть для тебя старшим, ты прости меня, я буду тебя наказан». Он так говорит. Это означает смеленно вечно. Он не считает себя достойным наказанным. Он говорит, «Это мое служение вам, моя вам любовь». Так должен вести себя наставник. Интересно знать, что сама любовь по себе часто нами неправильно понимается. Потому что любовь мы воспринимаем как ладку, что-то легкое. Такое. Легкое, такое невладимое. Любовь изначально. Ничего подобного. Это не любовь. Это просто развлечение. Потому что и так начинаются отношения учителя с учеником. Учитель не беспокоит ученика вообще. Он говорит, старайся делать вот так. И получается ничего страшного. Хочешь просто больше слушай лекции. То есть сначала он ученика не трогает. Он говорит, больше слушаем лекции. Просто живем как жили. Ничего не поменяем. Все нормально. И пропитываемся энергией любви. Просто живем как можем. Потом, когда отношения приближаются все больше и больше. Я видел такие вещи. Через много лет в духовной жизни учитель вдруг неожиданно начинает смотреть строго. И говорит строгие слова. И так как ученик бесконечно верит в Него, он принимает эту строгость. Это означает только глубокие отношения. Потому что настоящая любовь имеет строгую природу, а не поверхностную. Она тяжелая, настоящая любовь. Она не поверхностная. Настоящие супруги друг другу могут строго сказать, как есть, без злобы, честно и строго сказать правду. И если они эту правду принимают друг друга без друга, значит между ними есть такая глубокая любовь. А если они принимают, нет такой глубокой любви. Глубокая любовь не дешевая вещь. Строгость означает глубокая вещь. Я разок молился к своему наставнику, говорю, покажи мне самый лучший свой вид. Покажи мне самый привлекательный облик, чтобы я всегда тебя любил, чтобы я всегда тебя верил. Я молился, молился много часов. И я увидел образ, я увидел своего духовного учителя, как камень строгого. Так вот строго очень, не со злобой. Как каменная строгость, такой он смотрел очень строгим взглядом на меня. Когда он на меня таким строгим взглядом смотрел, вот я в медитации увидел, все глупости из моего сердца просто и вылетели в этот момент. Понимаете, он меня освободил от всей дури. В одну секунду вот этим строгим взглядом. Потом, когда эта медитация ушла, все вернулось назад. Двое минуты назад вернулась. Она почувствовала себя более комфортно на этой ситуации. Но в этот момент реально я почувствовал облегчение, только потому, что его принял этот строгий взгляд в свою жизнь. Понимаете, так не хватает строгости в отношениях между родителями и людьми. А сейчас что вытворяем? Смотрите, сейчас вообще хотят ее запретить. Воспитание ребенка хотят строгость вообще запретить. Это значит, ребенка любить невозможно будет. Ты чуть-чуть строго сказал, полиция, алло, он меня любит. Взять его. Становится страшной, какие вещи происходят. Это опасно. Мы не должны допускать таких вещей. Нельзя такого допускать. Потому что, но, понимаете, есть причина, почему так происходит. Потому что одно дело строгость, идущая из любви. Потому что сначала же не строгость идет. Вот представьте, мужчина такой подходит к женщине и говорит, «Я тебя очень люблю, выходи за меня замуж, поэтому я с тобой всегда буду очень строгим». Он говорит, «Ты пошел?» Своей такой любовью. Любовь начинается с другого. Она начинается с того, что мы много делаем для человека. Если родители очень любят свои детей, они очень много заботятся о них делают, они имеют право тогда быть очень строгими в какой-то момент. Так же жена по отношению к мужу, и муж по отношению к жене. Вот так построена любовь. Но если нет строгости, то нет любви. Итак, настоящий учитель, он очень мягкий к отношению к обычным людям, ко всем людям. Он мягкий, добрый. От него исходит вот это смирение. И он очень строг по отношению к себе, как камень. Это называется правильное чувство собственного достоинства. Мы должны очень строгими быть в себе, это правильное чувство собственного достоинства. И очень мягкие к другим. У нас все наоборот. Мы очень мягкие к себе и очень строгие к другим. Я как-то наблюдал вообще, как люди смотрят на себя в зеркало, изучал эту тему. И потом для меня откровение такое пришло. Я замечал, что когда человека снимают на скрытую камеру, он говорит, «Плохая съемка, не получили». Я там не получился. Я там никак нормальный. Я ненормальный, там какой-то странный вообще. Я там, ну ненормальный, я не получился на этой съемке. Это не тот, который есть на самом деле. А когда человека снимают на скрытой съемке, он получился. И когда человек смотрит в зеркало, я смотрю, у меня друг один был. Он такой со мной разговаривает, раз в зеркало посмотрел, я тогда. И все сразу поменялось. У меня смотрит в другое лицо, в зеркало замыкнул. И перед камерой точно так же. Это подсознательно происходит. Вообще непонятно. Мы к себе относимся совсем по-другому, никак не есть. Когда человек перед камерой рисуется, все получилось. Когда он видит, блин, что-то не получилось. Понимаете, о чем я говорю или нет? Неправильно мы к себе относимся. Неправильно. Нет любви настоящей к себе. Чувство собственного достойства не развито. Для того, чтобы его развить, есть только один метод. Веды говорят, есть только один способ вообще поменять свою жизнь. Только один способ у всех людей. Этот способ называется близкие отношения. Когда человек близко с кем-то общается, то его судьба в этот вектор уходит, в эту сторону. Близкие отношения меняют судьбу. Есть только один способ поменять направленность жизни. Близкие отношения. Если у тебя, бреды говорят, если ты близкие отношения завязал с преступником, становишься с преступником, как ты призыв, ты не знаешь. Вроде бы воровать не хочешь. А появляется тонкий невидимый вкус к такой жизни, который ты не можешь изменить в своем сердце. Он постепенно тебя манит. И ты постепенно входишь в эту святую. И она тебя засасывает. Если ты близкие отношения со святым человеком устроил, что непросто, потому что святой человек не будет с тобой в фестивале пива разговаривать. Он будет с тобой разговаривать о каких-то очень серьезных вещах, важных. Если ты не хочешь о них разговаривать, тогда он не будет с тобой близкие отношения строить. Хотя внешне он не рисуется, он очень скромный, но он не будет говорить о глупости. Он будет говорить о главном, о важном. Если ты интересуешься важным, это квалификация построить близкие отношения с этим человеком. Есть еще другая квалификация. Чем более возвышенный человек, тем больше он других уважает. А если ты его не уважаешь, он не будет с тобой строгих отношений. Надо его уважать так же, как он других уважает. Две вещи. Первая – говорить на серьезные темы. Вторая вещь – уважать его так же, как он других уважает. Все. Две квалификации необходимы для того, чтобы строить листья отношений со святым человеком. Не значит, что ты сразу построишь. Нужно годы, чтобы их построить. Но когда ты построил, ты становишься таким же, как он. Твоя судьба меняется непреклонно в лучшую сторону. Это единственный способ поменять. Есть исторические факты. Босяк, голодранец, нищий, стал полководцем крупной армии. Благодаря общению с Петром I. У него был друг Босяк совсем. Совсем дотворочил, неграмотный. Понимаете, раньше люди были образованные и неграмотные, и с улицы просто. Грязные люди, низшего сорока. Сейчас все примерно одинаково. Тогда в Раде примерно так было. И он подружился с царем Мельчиков. В результате кем он стал? Он стал полководцем царской армии. Представляете, будет полководцем над всю жизнью образованием, получается, Христович. И он стал таким образованным человеком благодаря общению с царем. Это результат близких отношений. И ему перевелась эта сила. Вот возьмите волчонка. У меня одна женщина пришла, говорит, у меня муж на даче волка завел. Ну, когда маленький был, все вроде нормально было, когда взрослый стал. Он к мужу-то хорошо льстится, хвостик обделяет. А к нему друг пришел, взял его чуть не загрузку, причем молча. Бросил сыну. Ну, это волк, понимаете, волк. Но так как у него с мужем близких отношений, то и все, он стал немножко собачкой. Из-за близких отношений он с ним собачкой стал. Но к другому человеку, как был волк, он так и остался, понимаете. Пришлось дальше углазить. И о чем заключается? В том, что близкие отношения меняют. Даже волк может собачкой стать, понимаете. Это единственный способ. И поэтому древняя культура советует, если вы хотите поменять свою судьбу, ищите отношения со святостью. Как определить святого человека? Он не интересуется мирскими делами, политикой, деньгами, властью. Он очень сильно, строго относится к себе и очень мягко, по-доброму другим. Он очень прост в поведении, такой человек. Очень строг со своими близкими и очень добр к теми, кто далек от него. Это признаки наставника настоящего. Такой человек может спасти всю жизнь, может реально изменить судьбу. Потому что самая большая ценность нашей жизни – это человек. И самое большое проклятие в нашей жизни – это также человек. Надо быть ближе к тем, кто больше спят. Это надо делать, начиная с дальнего расстояния. Есть метод. Некоторые думают, когда же я найду себе духовного учителя. Это бесполезное занятие. Потому что если ты недостоин, ты не сможешь никого найти. В ведах есть такой вопрос. Почему ангелы не спускаются на землю, чтобы мы их видели? Кто может ответить? Почему они не спускаются на землю? Мы недостойны. Мы не можем правильного уважения к ним принять. Смотрите, идея в чем заключается. Что значит недостойны? Ну, допустим, недостойны или нет? Покажите мне ангелов. Я хочу знать, что они есть. Ангелы означают настолько святые, что они уже на высших сферах живут. У них уже нет материального, группы материального тела. У нас есть три тела. Есть духовное тело. Это высшее проявление ангелов. Это они в духовном мире уже живут, такие существа. Они тоже могут перед нами быть видими, представить видими, если мы будем этого достойны. Даже Бога можно увидеть. Самые достойные из нас могут увидеть Бога. Это высшая цель человеческой жизни. Бог — это Личность. Но это высшая Личность. Нам трудно даже понять, что это значит. У нас нет идеи. Второй уровень — это в тонком теле. Когда живут в тонком теле живые существа, они сияют. То есть это тонкое тело — это уже материя, но она другого порядка. Это с помощью этой материи в этом мире всем можно управлять. Например, эти живые существа в тонком теле могут управлять погодой, могут управлять нашим здоровьем. Понимаете? То есть вот так это происходило. Иисус Христос в раз — и выздоровел человек. Вот другая энергия совсем. Есть тонкая энергия, есть духовная энергия. Она вся управляет трубой нашей энергии. Просто прикоснулся и всё. Делать ничего не надо особо. Ну то есть есть тонкие живые существа, есть духовная, есть грубая материя. Почему даже тонкие живые существа ангелы не приходят к нам, не общаются с нами? Причина только одна. Если он придёт, и я не выражу до устного почтения, не буду вести себя так, как подобает вести, как он сам себя ведёт со всеми. Почему он там живёт? Потому что он очень почтительный, он очень глубокий. А я отнесусь к нему поверхностно. Это значит, что я совершу оскорбление и буду деградировать. Поэтому они не появляются, что мы не можем отдать должного уважения. Мы не можем с ними правильно совести. Но почему нельзя к царю заходить? Вот представьте, к царю. Ну сейчас понятно, что сейчас демократия, ну как бы, привёл царя к демократии. Вот раньше так не было же. А он же туда, где тура была. Ты заходишь к царю. Кукнул там, ну не чайник. Царский покой. Царь же может обидеться. И на результате в тюрьму улетел. Но не хотел, как бы, а так получилось. Надо контролировать свои чувства рядом с царём. Но если рядом с царём даже свои чувства надо контролировать. Ну сказал что-то никто. Могут голову отрубить. Если даже рядом с царём надо контролировать свои чувства. Представьте, есть живые существа выше царя. А в них больше полномочий в этой жизни. Точно так же рядом со святым человеком, с наставником нужно себя контролировать. Не надо думать плохо о старших. У нас такая культура, вот о ком хочу плохо, а то мы думаем. Это опасно очень. Можно судьбу всю свою разрушить. Есть живые существа ближе к Богу, а есть дальше от Бога. Те, кто ближе к Богу, с ними надо осторожнить. В этом культура, как достигнуть духовного учителя? Для этого нужно сначала общаться с теми, кто далеко. Принцип очень простой. Вели просто икону. Серки Раджевский, Серафим Саровский, тот же Конфуций. Есть много святых, которые иконизированы. То есть есть икона, есть изображение этой Личности. Начни поклоняться этой Личности. Постепенно ты начнешь чувствовать его характер, захочешься почитать его жизни. Начнешь чувствовать ближе себя к нему. Как только ты почувствуешь к нему себя ближе, ты почувствуешь эту веру, эту философию, это направление жизни. Закочешься приблизиться к людям этого направления. Постепенно из них у тебя появится наставник простой просто, не то что там совсем. А потом ты узнаешь о его наставнике, к нему привлечешься и так жи-джи-джи, и до духовного учителя дотался. Все начинается просто с поклонения святости. Заканчивается уже близкими отношениями со святостью. Сначала это там, где далеко, встань. Не то, что мне нужен просто, мне нужен живой духовный учителя. Не много чего надо. И что дальше? А где все снятся острова и удивительные страны. Понимаете? Не работает система. Мечты не помогают изменить свою жизнь. Нужны действия. И начинать надо действовать от доступного. Есть изображение, если у этого человека, значит он разрешает тебе, пожалуйста, поклоняйся. Нет проблем. Придет время, и у тебя вот прямо реальный наставник появится. Я знаю много людей, у которых есть наставники, а они их не ценят. У меня есть много друзей, у которых есть духовные учителя, возвышеннейшие личности. Они их не ценят, не понимают святости этого человека. Сблизились отношения, и все, и до свидания. Начинается, когда человек близко относится неправильно к святому человеку, то он начинает его себе с собой отождествлять. Понимаете? Часто в близких отношениях мы не видим близкого человека вообще. Мы не знаем, насколько он возвышенный. Мы его всегда на свой уровень опускаем. Понимаете? Часто это называется скорбление. Скорбительное отношение. Так невозможно получить милость. Сейчас мы немножко толку поизучаем. Часть друзей твоих порицает тебя, а часть хвалит. Приближайся к порицающим, удаляйся от воспаляющих. Ни одно событие в жизни было. Ну, не буду говорить какое, а то сразу весь интернет наполнится событием. Я разок вздул перед слушателем или рассказал своей личной жизни в каких-то трудных событиях. И до сих пор пишут. Олега Геннадьевича своей личной жизни и выкладывают в интернет везде, где попало. Это называется оскорбление. То есть я же сказал не всем, а просто кому-то конкретно. И дальше это все вылезали, нашли и быстрее в интернете. Ну, такой же, как у меня, плохой, великий. Я не буду. Но это не поможет очиститься, понимаете? Такие отношения не помогут очиститься. Это не то, что мы должны делать друг с другом. Мы должны хорошие друг други искать, а не плохое. Понимаете, о чем я говорю? Это не поможет нам развыситься. Называется оскорбление. Даже в обычных отношениях между мужем и женой мы должны искать плохое друг в друге. Для чего нужен старший? Для того, чтобы в нем явно увидеть хорошее. Старший это тот, у кого больше хорошего, чем плохого. Но найти человека, у которого совсем нет плохого, это большая удача. Я к таким людям, к сожалению, не отношусь. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что мы должны учиться видеть хорошее. Это и есть правильное отношение к человеку, потому что душа не имеет недостатков. Все самое хорошее в человеке, это и есть душа. Когда мы видим духовное, это значит, что мы идем правильным путем. А видим плохое, означает, что мы идем неправильно. Мы должны учиться искать хорошее в человеке. И чтобы это возможно было, для этого надо общаться со святостью. Когда человек святому человеку поклоняется, он настраивается на этот индикатор видеть хорошее в других. Но, есть одно но, удивительное но. Когда человек очень сильно видит хорошее в тебе, он не позволит в тебе плохому существовать. Это и есть настоящий друг. Когда у меня событие произошло в одном жизни, о котором я сдуру сказал в интернете, интересная вещь произошла. Все люди, которые меня почитали, ускоряясь, сразу отвалились. Я говорю, да, вот ты какой, Эль Геннадьевич. И сразу нет таких людей. Не осталось вообще вокруг. Но те люди, которые относились ко мне строго, все приблизились ко мне сразу. И начали мне помогать в жизни. Удивительная вещь произошла. Настоящие друзья стали ближе, а те, которые были несерьезны, все отловились. Вот поэтому, мои дорогие, никогда не ругайте плохие события, которые происходят в вашей жизни. Никогда не ругайте. Потому что у этих событий есть одно чудесное свойство. Они все ставят на свои места. Вот представьте, вас выгонят с работы, растопчут. Что произойдет? Люди разделятся на две категории. Одни из них приблизятся к вам и будут вам помогать ваши настоящие друзья. Всегда по жизни они останутся друзьями. А другие уйдут из ваших жизней. И слава Богу. Вот для этого тяжелые события нужны. Они все расставляют по местам. Кто хороший, кто плохой, кто близкий, кто далекий. Все сразу расстается как надо. Все сразу видно. В этом свойство событий. Но в жизни в обычной все бывает не так. Те, кто нас ругают, мы не хотим с ними иметь дело. А те, кто нас хвалит, хотим. Но есть еще одна удивительная вещь, которую мне недавно сказал мой наставник. Не напрямую. Я постоянно во время обеда ему говорил о событиях каких-то своих тяжелых. И он ничего не отвечал, просто слушал меня, улыбался. Потом во время лекции он начал размышлять на эти темы. И он сказал вот удивительно одну фразу, которая меня поразила, это глубинность сердца. Он сказал, пока есть те люди, которые вас поносят, не то, что строго к вам относят, а поносят. То есть они пока есть такие люди, которые вас ненавидят. Будьте уверены, что вы никогда не встанете на пульте градации. Потому что, когда у вас плохое раздувает кто-то, это высшая милость на самом деле. Это означает, что ты точно это заметишь. Трудно не заметить. Для того, чтобы микробы разглядеть, нужен микроскоп. Если кто-то раздувает те недостатки, то значит, ты под микроскопом изучаешься, значит, тебе помогают избежать это все плохое сердце. Когда он это мне сказал, я, может, сто раз это слышал, но когда он мне это сказал, старший, я это понял. Понял, означает, сердце легко стало. Потом, Господи, слава Богу, что так есть. Это, наверное, самый лучший вариант, когда тебя так вот плохо, к тебе относится, у тебя нет шансов совсем опуститься. Понимаете? Потому что есть же силы, которые опускают человека. У меня есть один помощник, который учится лекции читать, и он меня спросил, я вот много вижу, что лекторат, и люди, которые лекции читают, гордятся собой, и потом начинают из духовной жизни уходить. Как мне этого избежать? Я ему начал рассказывать свой опыт в этом плане. Я ему говорю, вот представь, ты сидишь на трибуне, люди сидят внизу, они тебе верят, смотрят на тебя внимательно. Что происходит в твоем сердце в этом времени? Я не знаю, верь, думай об этом, я читаю векцию просто. Наверное, ничего не происходит, я же Богу служу. Он говорит, нет, мой хороший, в это время в твое сердце растет гордость. Ты начинаешь с ней потом говорить как старшую, ты заметил это? И он еще не женат, я говорю, ты заметил, что девушка начинает влюбляться в тебе после лекции? Это я заметил. У меня есть один наставник, он монах, много лет. Олег Солнцов, и он такой возвышенный человек, что никогда девушки в него не влюбляются. Он такой святковный, простой человек, он приезжал к вам? Да, пусть не будет. В августе принято. В августе принято. Приходите на этого человека, посмотрите. Никто в него не влюбляет, но все его любят. Что любовь же разная бывает. Это такая, что заграбастать всегда надо человеком, а бывает просто, что человек вдохновляет на духовную жизнь. Это разные виды людей. Я привел его в пример. Вот смотри, вот он левец и читает, как ты тоже, но в него никто не влюбляется почему-то. Ты точно, говорит, правду. У него таких проблем нет. А где он лекции прочитает? Я потом туда приезжаю, уже знаю, что дальше будет. У него тут предвидение ситуации. Смотрю, поднимается. И снова вижу образ твой, Мадонна. Вот эта девушка красивая такая поднимается. Взгляд неподвижный такой, застывший. Это непонятно. Отходит ко мне и говорит, я очень сильно полюбила одного из ваших учеников и не знаю, что с этим делать. Я говорю, я не знаю, что с этим делать. Я же не могу заставить его жениться на тебе. Я говорю, ему, и так уже четыре раза было, я не знаю, что мне теперь делать. И он меня спросил, почему так происходит вообще? Я говорю, очень просто. когда у мужчины возникает гордость, он притягивает внимание женщин. Гордость своим познанием притягивает женщину. Они влюбляют. Ой, какой умный. И эта вещь абсолютно незаметна в сердце. незаметна. Не может сам человек заметить, что он гордится за какой начин. Вот я сейчас читаю лекцию, у меня гордость возрастает со мной. Это невозможно с этим что нельзя сделать вообще. Это подсознательная невидимая сила, которая разрушает человека изнутри. Поэтому жизнь в материальном мире веды называют самсарой, то есть колесо. И колесо это действует таким хитрым образом. Смотрите, когда человек совершает добрые дела, незаметно в его сердце повышается гордость. И параллельно с этим добрые дела возвышают его на высшие и высшие миры. Человек повышается все выше, и с тем у него вместе с тем у него возвышается гордость. А гордость это сила, которая дальше человека пускает вниз. возникает замкнутый круг, с которым невозможно вырваться. Есть только один выход, это общение со святыми. А кто такие святые? Это те люди, у которых нет гордости. Почему? Потому что они делают добрые дела, не присваивают их себе, а считают это заслугой своего старшего, своего наставника. не считают, что это их заслуга, а считают, что это заслуга наставника. Когда человек так считает, то он не присваивая к себе плоды, таким образом вырывается из этого круговорота рождения и смерти. Понимаете? Действительная вещь. Отношения со святым человеком дают возможность не гордиться собой. Потому что по его милости все происходит. И это правда, он видит эту правду, это факт, что процентный. И вот такой к совету получили. Удивительный человек, удивительно хороший я так. Не буду наставать сейчас, потому что я много чего сказал. Но так или иначе все проходят свои испытания в жизни, все люди. Но тот, кто порицает тебя, близкий человек, а тот, кто хвалит, тоже хороший. не надо к ним приближаться. Это тебе не поможет. Это тебе не поможет. интересная фраза такая. «Все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом». Синеком. «Все истинное великое совершается медленным, незаметным ростом». ко мне подошла одна женщина и говорит, «У меня муж такой вот недоразвитый». Я говорю, «А где муж-то?» Она говорит, «Там он за дверь стоит». Я говорю, «Умилась, зашел муж такой, здоровался, вежливый такой человек». Я говорю, «А в чем он недоразвитый?» «Я всегда люблю говорить с супругами, когда они вместе». Она начала перечислять. он не стремится к духовному. Я говорю, «А вы лекции слушаете моей этой женщине?» Она говорит, «Конечно, я слушаю уже пять лет». А мужа спрашивает, «А вы слушаете?» Он говорит, «А я начал слушать год». Она говорит, «Вот видите?» Я говорю, «А в чем еще его недоразвитость?» Она говорит, «Выпивает». Я спрашиваю, «А как вы часто пьете?» Он говорит, «Да я вообще стараюсь не пить ее, как бы сейчас раз в месяц, а раньше выпивал каждый день». Она говорит, «Вы пьете?» И так далее. То есть мы поговорили, и я понял одну вещь, что она не знает этой истины, что все истина великая совершается медленным и заметным ростом. Мы никогда не будем удовлетворены нашим развитием, никогда не будем удовлетворены развитием наших родственников, наших детей. Потому что ход времени в развитии протекает очень медленно и незаметно. А ход деградации протекает очень быстро. Чтобы деградировать человек, нужно несколько недель. А чтобы вырасти, потом нужно годы. Поэтому, когда человек развивается духовно, это незаметно всегда. И это надо принять. Развитие личности идет незаметно, и это хорошо, потому что, если было заметно, мы сразу загордились собой. Когда все незаметно, то хорошо. Это означает, что все будет нормально в жизни. Представьте, если вдруг я заметил и сразу начала жить правильно, и все хорошо. как бывает так, что люди резко бросают есть мясо. То есть вас так раз бросили есть мясо. Замечательно. Теперь я вам расскажу дальнейшую судьбу вашей жизни. Дальнейшая судьба такова, что когда вы резко бросили мясо, то вы поняли, что жить дальше с родственниками, которые едят мясо, просто невозможно. Кто не согласен с этим? Но это мудрые люди. Несколько человек не согласны. Значит, они бросили мясо разумно, не фанатично, а разумно. Но в основном люди, которые быстро бросают есть мясо, они начинают воевать с родственниками, чтобы тоже не ели мясо. Почему? Потому что когда человек совершает какой-то благочестивый поступок усилием воли и побеждает свою судьбу, то он становится гордым. Сам не замечает того, а гордость приводит непереносимость того же самого у других. Разок ехали в лифте с моим другом, такой крепкий парень, и один мужичок тоже в лифте ехал, и он как-то забыл бросить сигарету перед лифтом, он прям в лифте курил стоять. Но я никогда не курил особо, и поэтому я так спокойно к этому отнесся. А мой друг покраснел, и он такой крепкий парень, в лифте небольшой лифт, три человека помещаются, представьте, человеку и рядом с ним такой нанима, который ему дать в лоб. И мужик конкретно перепугался. Он как бы не понял мемора, что к нему хотят. Часто люди не понимают, что нельзя курить при друге. Вот. И он когда вышел из лифта, я спросил его, ты курил раньше? Он говорит, я курил год назад и бросил. А теперь мне вот даже запах его противен, а он стоит и курит передо мной, у меня жилы налились кровью. Сейчас готов был его убить просто. Смотрите, я никогда не курил и нормально отнесся, а он бросил и готов был его убить. Почему так? Так действует гордость. Когда человек что-то хорошее начинает делать в своей жизни, считает это своей заслугой, то он начинает гордиться этим хорошим. Часто люди, которые допустим бросили есть мясо, они ведут себя более агрессивно, чем те, которые едят. Хотя в принципе должно быть наоборот. Должно быть наоборот, что люди, которые бросили мясо, они становятся очень поклательствами, потому что они не совершают насилие. Они не совершают насилие, значит и сердце становится добрым, и они всем все прощают. Если человек бросил быстро есть мясо, он возгордился собой, и это дает ему основание ненавидеть тех, кто его ест, он начинает военные действия, выбросите трубов из холодильника. Я не могу так жить. Вас вернем на квартире. В этом человек это думает, который есть мясо, он не понимает, что это нехорошо. Он думает, что этот человек мой близкий в сельту какую-то попал. Что произошло страшное, смотри, как он себя ведет. Он нормальный, добрый человек. он был. Сейчас он глаза квадратные. Он же не понимает, что ему говорят. Когда кричит, человек угрыгается, он не понимает, о чем он смотрит на человека и думает, что это с ним происходит. Глаза квадратные, наглялись кровью. Страшно как-то. Вроде нормальный человек был. Что с ним произошло? Он начинает изучать, как он живет, вообще мой близкий человек, что он делает. И потом мне пишут на мои там страницы всякие пишут, вы уничтожили нашу семью, вы зомбировали моего близкого человека, я вас ненавижу. Я ему отвечаю, я дедушку не пил, я дедушку любил. это все зависит от того, как человек относится к развитию. Развитие означает прежде всего отношение с другими. То есть если ты какую-то аскезу на себя берешь, то это означает, что ты должен вдвойне быть терпеливым другим людям. Это означает рост внутренний. Вот допустим, смотрите, я решил вставать. Что я должен прежде этого решить в своем сердце, что я никогда не буду беспокоить всех остальных родственников, что они рано не встают. А потом нужно начинать рано вставать, иначе моя аскеза будет разрушена моей же гордостью. Вот я рано встаю, а родственники не встают. Ничего страшного, пускай встают. Если решим не есть мясо, значит тогда я буду хорошо относиться к тем родственникам, которые едят мясо. понимаете о чем я говорю? И тогда эта аскеза даст правильный рост, а когда человек действует по-другому, он начинает войну, объявляя тем, кто это неслышно соблюдает, тогда его аскеза впоследствии ослабевает, и он возвращается к тому же, что и делал раньше, в результате оскорблений, нанесенных окружающих людьми. Когда человек оскорбляет других людей, он не способен дальше развиваться в духовной. Другой пример, когда человек вдруг решил, что он очень возвысился духовно, стал очень возвышенным человеком, он клеймит позором тех, кто не занимается духовной практикой. Он говорит, у нас хорошая вера, у вас плохая, а вы вообще атеисты. Когда человек такие фразы произносит, то он несомненно уйдет с духовного пути. Почему? Потому что он сгольшая оскорбление рушит свою жизнь. Поэтому Господь сделал так, что естественный ход событий такой, что человек сам не замечает, как он меняется, когда он развивается духовно. И эта незаметность, она делает его по отношению к себе же смиренным. То есть человек не считает, что у него какие-то большие заслуги в жизни есть. Это дает ему возможность стабильно развиваться. Какие-то резкие перемены могут быть опасными. Они всегда привлекают экзамены на дальнейшую жизнь. Понимаете? Я не прохит резких перемен. Я просто говорю вам о том, что это может дать желательные посредства. Часто люди, которые встают на путь здорового образа жизни, разрушают свою семью. Я уж не говорю о людях, которые встают на путь духовной практики. Часто они разрушают двойне чаще свою семью. Причина заключается в неправильном ходе событий. вставать на духовную жизнь, вставать на правильный образ жизни нужно осознанно. Что значит осознанно? Это значит, что сначала нужно развить в себе правильное отношение к этому миру, а потом менять себя уже. Какое правильное отношение к миру? Если человек неправильно живёт, почему это происходит? А потому что у него нет сил жить правильно, у него нет знания жить правильно. И это даёт ему большие страдания. Вот представь, человек заболел гриппом, лежит в постели, вы подходите к нему и говорите, что гава такой? Я тебя предупреждала, не суетись слишком сильно, не заболеешь вирусным заболеванием, а ты заболел, не послушал меня, он так еле живой, почему ваше наставление? Он умирает, он гриппом болит, плохо. Видите, это признак неправильного развития. Правильное развитие заключается в том, что к больному человеку относятся человека сострадания, он не говорит ему о том, допустим, женщину бросил муж, она приходит к подружке и говорит, я тебе говорила, и не надо это сейчас говорить, ей надо обнять, успокоить, приласкать, у нее трагедия произошла, а я тебе говорить не было. Понимаете, это неправильный ход развития личности. Она где-то услышала в левице, как надо к мужу относиться, увидела, что ее подружка относится по-другому, и она сказала, будешь так себя вести, у тебя муж идет. Ну, муж взял и шел, и тебе говорим, да не надо говорить, можно просто так себя вести рядом с человеком, что он сам все поймет. надо понять такую вещь, что если мы из себя слишком много ставим, начали нервчат, заниматься самосовершенствованием, это никому не помогает и нам тоже. часто люди, которые так фанатично следуют, следуют чему-то, они потом заканчивают это все дело. Я много примеров видел, когда люди фанатично пытаются чему-то следовать, всех обвиняют, ругают, порицают, потом так же быстро сходят с этого пути. причина это неправильный код событий. Человек должен сначала осознать все, что происходит, он должен понять, почему люди так не живут и осознанно потом менять свою жизнь. Осознанно означает, осознанно со всех сторон. Правильно относиться к тем, кто так не живет, правильно относиться к себе, почему я так не поступаю. И когда человек так действует, он очень смиренно идет по жизненным пути. Смиренный путь означает медленный незаметный рост. Когда человек идет, он не замечает, как он меняется и он не считает, что он слишком сильно чего-то достоин в жизни. Понимаете? Итак, следующая тема это искусность. Вам не скучно? Кому скучно? Может, кому-то скучно. Может, я совсем уже старею и начал уже со мной брызгать демагогию с вашей старости. Я начинаю. Искусность. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно починено пользе, пользе, его задача получать, но получать любовную. И оно является посыдным, а не посвышенным, когда бывает только приятно людям, а не помогает им открывать истину. прощение. то, о чем мы сейчас говорили, в этой фразе все уже подтверждается. Искусство только тогда, на надлежащем месте, когда оно починено пользе. Его задача получать, но получать любовно, любовно получать. Искусность. Вот, допустим, я стал на здоровый образ жизни, на правильную жизнь, я начал делать гимнастики, там, начал правильно питаться, начал правильно общаться, прощать, прощить прощение, это означает искусственный человек. Человек, который, кто такой искусственный человек? Искусственный человек, это человек, тренирующий свой разум. Некоторые думают, искусные люди, это те, которые по девочке там делают хорошие, или они поют, хорошо танцуют. Ну, как бы искусный человек означает владеющий каким-то ремеслом. Это вторично. Искусственный человек, это человек, имеющий возможность развивать свой разум, очищать свой разум, возвышать свой разум. Вот как вы думаете, два человека делают поделочку. Один из них нравственно слабый человек, а другой чистый, возвышенный. У кого поделочка будет лучше? Даже нравственно слабый человек может быть более искусным. Он может так вырезать все, просто супер. Но эту поделочку берешь, и она чем-то пахнет не тем. Как-то чувствуешь, что я не хочу это покупать. А берешь, допустим, пускай будет меньшее качество работы, но сделано чистым разумом, с любовью. И берешь, и ты думаешь, это хорошая вещь, она мне нравится, она мне приносит счастье. Чувствую ли такие вещи в своей жизни? Иногда в какой-то ресторан приходишь, и там люди готовят не сильно разумные. И там смотришь, все так красиво. Начинаешь кушать. Чувствую ли такое? Это признак того, о чем я говорю. Настоящая искусность означает очищение сердца. Когда приближен человек правильным путем идет в очищении сердца. Цель человека, который идет правильным путем, показывает пример другим. Мы должны идти правильным путем, чтобы зажигать других людей в этом пути. Показывать пример надо только с любовью. У меня есть один знакомый, он занимается духовной практикой в моей традиции уже много лет. Он работает мастером церкви. Этот удивительный человек никогда не хвалится о своими духовными достижениями. Он мастер, у него есть подчиненные, рабочие, они работают вместе. Он никогда им не говорит, ты чего куришь, ты чего материшься. То есть он никогда их не получает. Хотя работает с ними, и они имеют вот такие недостатки в жизни. Но когда он не курит и не матерится, ведет себя нежливо, всем прощает, просит прощения, выполняет свои обязанности. Когда надо, бывает строгим. Это вот достаточно, чтобы люди менялись рядом или нет? Вот у меня к вам вопрос. Он ничего им не говорит такого, он не говорит, ты чего, гад, куришь, брось сигарету. Не говорит им такие слова. Он просто спокойно к ним относится с любовью, со страданием. И не делает ничего плохого. И если его спрашивают, ты куришь, он говорит, нет. С его спрашивают, как ты живешь? Вот так. Что ты кушаешь? Вот это. Как ты относишься к людям? Всем прощаю. Его уважают, как бы думать, на работе? Его очень сильно уважают на работе. Но самое главное заключается в том, что когда у людей горе случается, они никому не идут, кроме него. Вот те, кто с ним работают рядом, если у них горе случается, они приходят к нему и говорят, научи меня жить. Я так устал от того, что у меня происходит. И тогда он очень с любовью, мягко, ненавязчиво, начинает рассказывать этому человеку, как правильно. Вот так я пришел к духовной жизни. Мне в жизни попался удивительный человек. Я вам сейчас расскажу эту историю. Один удивительный человек, он сейчас живет в одном святом месте. И он в то время, 20 лет назад, уже переводил Шиман-Багаву, там, с английского языка на русский. Я тогда занимался нейтракционной медициной, жил в Атольятти и работал на турбазе в Азовской, лечил людей, обучал здоровый образ жизни. К тому времени я уже был вегетарианец и знал много чего. Я понимал, что такое нравственность. Займался йогой уже порядка 8 лет. И даже больше, то есть порядка... Я за 12 лет в этом занимался. Мне было тогда 28 лет. И так я уже много чего знал, правильную жизнь вел. Но у меня не было своего какого-то духовного пути. И ко мне лечиться приехал вот этот человек. И я вам несколько историй расскажу в отношении с ним. Он никогда ничего не навязывал. Он был очень скромным. И он привлекал меня очень сильно в своем сознании. Я не знал, насколько он возвышенный человек. Я не знал, что он тогда уже переводит священное писание очень авторитетно, ему доверяют. Сейчас Шиман-Багава, там, на русском языке, весь переведен им. Этим человеком. И этот перевод до сих пор авторитетен. Все считают, как это хороший перевод. Это очень возвышенная личность, на самом деле. И этот человек, он очень скромный в своем поведении. Невозможно увидеть, что он как-то заносчивый. Я даже не знал его положение, вот его философских знаний. Я не знал об этом все. Просто он хотел полечиться у меня. Он очень болезненный, у него плохое здоровье по сути. И он приехал ко мне лечиться на эту базу, вазовскую. И я читал молитвы в то время. Я читал их про себя. У меня были последователи, у меня были порядка десяти человек, которые выполняли мои наставления, слушали меня во всем. И мы вместе садились и про себя читали молитву. И он тоже пришел с нами прочитать молитву, и он начал читать ее вслух. И я потом спросил его, вы осознаете, что про себя читать молитву более эффективно? У меня вопрос вот такой к нему задан. И он мне сказал, осознаю. Очень смиренный. И тогда спросил его, почему вы не читаете про себя? Почему вы не читаете вслух? Он сказал, для того, чтобы читать про себя молитву, нужно иметь очень чистый ум. Если человек читает молитву вслух, он читает молитву разума. Если человек читает про себя, он ее читает умом. Для того, чтобы читать молитву умом, для этого человек должен иметь очень чистый и возвышенный ум. Это очень высокий уровень духовного развития. Чистый ум указывает на отсутствие грехов. Я подумал в этот момент, что вот как раз это мой уровень, потому что я читаю молитву про себя. А он, скорее всего, не натягивает этот человек. Скажу, как события дальше разводят. Я говорю, ну почему бы вам не попробовать про себя читать? И он мне сказал, что точно ничего не получится. Это невозможно. Я тогда спросил, а почему вы так считаете? Он говорит, у меня есть примеры, кто читал молитву про себя, в какого уровня люди. И то они постоянно. Я говорю, ну например, какие примеры у вас есть? Он мне рассказал, что был такой великий святой, придаст такую. И он читал молитву 22 часа в сутки. И 2 часа спал с его. И из этих 2 часов также выкраивал время, чтобы немножко поесть. И он рассказал, что этот великий святой сначала читал молитву вслух треть времени. Потом треть времени он читал с шепотом. И когда ему полностью настраивалось, как надо, он последнюю треть читал молитву про себя. Но начинал всегда вслух. Я говорю, а еще примеры есть какие-то, он говорит, больше нет. Но есть примерно такие же личности, очень возвышенные. Но я тогда начал анализировать, что я как-то не достаю, когда садокоры как-то не дотягиваю. Это анализ длился несколько дней. Я ходил, думал. И потом пришел к выводу, что надо читать молитву вслух. В результате я всех своих подчиненных заставил читать вслух и сам начал читать вслух молитв. Потом дальше вопрос касался освещения пищи. То есть мы ели не освященную пищу, но он всегда освящал пищу. И тоже у нас тут разгорелся диск по этому поводу, который привел к тому, что я тоже начал освещать потом пищу. И так далее. То есть в течение двух недель мы постоянно с ним были философские беседы, причем они все эти беседы всегда имели один и тот же характер. Сначала я ему доказывал, как правильно. Он со мной соглашался, но у него были свои сомнения. Потом я его спрашивал, как он все-таки считает. Он мне развернуто и обосновательно, обоснованно объяснял, как правильно. Я потом думал пару дней и принимал его точку зрения. И так он меня привел к этому духовному пути, по которому я сейчас иду. Он это сделал очень ненавязчиво. И он вообще просто не считает, и даже до сих пор, что это его заслуга. Представляете, от какого уровня Личности. И я очень благодарен судьбе, что я встретил такого человека, потому что я настолько гордый человек, что по-другому невозможно было бы как-то мне доказать, как правильно. Вот только такой человек способен был это сделать. И Бог не послал такого человека. Ну, то есть искусство только тогда оно на ближайшем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача получать с любовью, а не с гордостью. И оно является постыдным, а не возвышенным. Когда бывает только приятно людям, а не помогает им другим открывать истину. Ну, допустим, мне приятно, что я чем-то занимаюсь, но я не могу помочь другим открывать истину. И мне все приятно. То есть я классный, я там вегетарианец, я там все, у меня все хорошо, я не матерюсь, всех прощаю, у меня классная жизнь, у меня есть молитва, и мне хорошо так жить. Классно, но это портит жизнь другим, потому что я противоставляю свою жизнь им. И здесь говорится, это является постыдным, а не возвышенным способом быть искусным. Тема истана. Дальше. Люди, говорящие цветистые и искусно, с приятным подхождением, редко обладают добродетелью и человеколюбивым. Понимаете? Люди, говорящие цветистые и искусно, с приятным обхождением, мягко стелет, жестко спать, редко обладают добродетелью и человеколюбивым. Китайская мудрость. Это интересно понять, что приятная речь имеет разные оттенки. Я знаю одного великого человека, великого духовного учителя. Он написал книгу «Путешествие домой». Наверное, вы читали эту книгу многие из вас. Я лично знакомый с этим человеком, но знаком таким образом, что он для меня старше, я младше для него. У него очень приятная и мягкая речь, когда он говорит, все замирают, потому что его речь обладает уникальной силой смирения. Невозможно никакого сравнения привести. То есть он уникально смиренный человек. Уникально смиренный. И в личных отношениях я заметил очень выраженную строгость по отношению к ним. Хотя он в сердце своем очень добрый. он когда видит меня, подходит, обнимает меня и так далее. Но в личных отношениях очень строго. Как раз в этот раз, когда мы были в Индии, он подошел, мы сидели, обедали вместе с Александром Хакимовым, который к вам приедет. Это не просто возвышенный человек, как сказала Елена, это ее духовный учитель. И он духовный учитель для многих сотен людей также, для многих моих помощников. И это старше для меня. То есть мы с ним обедали вместе. И вот эта возвышенная личность подошла к нашему историку, к нашему сваме, и он начал общаться с ним. Он подошел к ним, обнял его и говорит, «Когда я стою рядом с тобой, говорит Александр Хакимов, а он не знает английский, я не переводил, говорит, когда я стою рядом с тобой, то мне становится хорошо, как ты думаешь, почему мне всегда нравится с тобой стоять рядом? Я перевел Александру Хакимову, и он посмотрел, как на гараж, у него глаза были как два озера любви такие. А я, когда он шел к историку, так сильно хотел, чтобы он со мной поговорил, просто не был поджжением с этим. Но он говорил с Александром Хакимовым, с его супругой, он тоже сидел там, да? И Александр Хакимов, он посмотрел на него так недоуменно и пожал плечами, он говорит, «Я не знаю, почему так бы читаю». И он тогда очень широко начал улыбаться, вот Ханат с вами сказал, «Потому что у тебя большое сердце». Когда он это сказал, я подумал сейчас, теперь мне что-то скажете. Большое сердце. Далее. Ханат с вами повернулся в мою сторону и очень твердо, спокойно и внимательно посмотрел долгим взглядом мне в глаза. А потом вот так вот отвернулся, поднял голову и пошел. Это было уникальное общение, когда я получил такое общение от этого возвышенного человека. Я все встал на место, сразу я понял, где черти водятся. и сразу все стало понятно, кто я, кто Александр Хакимов. И все стало на свои места сразу. Все стало хорошо, но именно это твердое и строгое обхождение для меня было очень значимым и ценным. Потому что если бы он выполнил мое желание, то он бы не помог мне как наставник. Понимаете? Он помог мне как наставник, потому что он я заслужил. Как научиться прощать написок? Потому что как наставник его любовь выражалась в том, чтобы быть строгим в этот момент, когда я хотел наслаждаться присутствием старшего. Поэтому не факт, что люди смиренные, с добрым, добрая речь признак чистого сердца. Но добрая речь, которая направлена не в нужное место, а целью является просто лезть, это не добрая речь чистого человека. Это нежное движение змеи. Змея тоже ползет очень ярко на замену. Но результат этого движения это смерть. смерть. Понимаете? Поэтому святой человек отличается от обманщика. И обманщик, сильный обманщик это разумный человек. И святой человек тоже разумный. Но святой человек отличается от обманщика тем, что святой человек во время того, как ты ошибаешься, он проявляет определенный вид любви, который недоступен обманщику. Это твердая строгость, наполненная любовью. Понимаете? Это уникальное свойство возвышенной личности быть очень строгими и любить одновременно. Обычные люди или любят кого-то и балуют. Допустим, я люблю своего ребенка, он мороженого хочет, я не могу ему отказать, я его люблю. Или мы очень строгие с человеком и злые в это время с ним. Того самого ребенка, который уже достался своим мороженым и горло у него постоянно болит недолго. Очень злые и строгие, но возвышенная личность отличается тем, что она строгая и добрая одновременно. Вот это недоступно обычным людям. Недоступно. Люди, говорящие цветисто и искусно, всегда с приятным вхождением, редко обладают добродетели человека любви. Человека любви. Потому что любовь к человеку настоящая имеет строгую природу. Я нередко замечал, что люди, которые очень нежно и вежливо разговаривают друг с другом в семейной жизни, часто не имеют близких отношений друг с другом всю жизнь. потому что когда люди говорят только вежливо и уходительно и нежно, это указывает на их воспитанность, светскую образованность, но не всегда указывают на чистое сердце. Потому что чистое сердце означает, что человек способен говорить строго тогда, когда надо, и способен говорить мягко тогда, когда надо. Он не идет на поводу у банального этикета. Настоящие семейные отношения бывают очень строгими иногда, очень строгими. самый жалкий из нас обладает все-таки каким-нибудь даром, и как бы не был этот дар, по-видимому, внешний заурядин и, составляя нашу особенность, он может при правильном применении стать даром для всего человечества. Самый жалкий из нас человек обладает каким-то даром. И каким бы ни был этот дар, у каждого есть свой какой-то дар. Он может быть заурядин даже, по-видимому, внешний. Но именно этот дар составляет особенность человека. Мы говорим об искусственности, у нас тема такая. Но только при правильном применении этот дар становится даром для всего человечества. Джон Лискин. Итак, давайте порассуждаем на эти темы. Смотрите, у человека есть две судьбы. Две судьбы у человека есть. Первая судьба это сделать счастливым себя. И эта судьба называется карма. Мы рождаемся с определенными желаниями. Женщина хочет семьи, детей, хочет спокойной жизни, чтобы у ней был свой долг. Женщина хочет, чтобы с ней мягко, нежно обращались. Это называется карма. И все эти желания являются рабством для женщины. Она не может вырваться из рамок этих желаний. Эти желания определяют ее ограниченность и ее возможности. И если судьбе надо наказать ее, она наказывает ее очень просто. Она, допустим, женщина хочет близких отношений, судьба не дает ей близких отношений. Женщина хочет приятного обхождения, судьба дает ей неприятное обхождение. Если женщина хочет покоя из своего уголка, она не дает ей покоя в голову. То есть есть разные способы наказать человека, который имеет желание жить вот таким образом. Является ли это особенностью человека? Нет. Все женщины хотят теплого отношения, все женщины хотят близких отношений, все женщины хотят своего уголка, все женщины хотят детей и так далее. Является ли это чем-то особенным? Нет. Это называется кармой. Нет, люди думают, а это и есть моя миссия хотеть детей. Это и есть моя миссия построить дом себе. Это и есть моя миссия получить нежное общение, получить себе мужа, комфортные условия. Это есть миссия моей жизни. Нет, мои хорошие, это не миссия жизни. Это то, что является обычной вещью. Так действует карма. Каждый мужчина хочет, чтобы его уважали. Каждый мужчина хочет иметь высокий статус в обществе. Каждый мужчина хочет быть сильным. Каждый мужчина хочет причинить себе женщину и детей. Каждый мужчина хочет быть храбрым. Каждый мужчина хочет иметь такие отношения, чтобы все остальные его считали очень сильным, разумным и так далее. каждый мужчина хочет, чтобы женщина смотрела на него сверху вниз, снизу вверх. Так. Каждый мужчина этого хочет. Если мужчина говорит, это моя миссия починить себе жену. Это не миссия. Так аня. Каждый мужчина хочет починить себе жену. Это не миссия. Моя миссия добиться высокого положения в обществе. это не миссия. Это то, что действует через тебя как твои желания просто и все. Обычная вещь. А что же тогда миссия? А миссия это другая судьба. Не там, которая действует обычно в человеке. А миссия это другая судьба, которая идет от Бога. Есть другая судьба в человеке, которая идет от Бога. И она не просыпается сама по себе. Желание семьи само просыпается у женщины. Желание достичь чего-то в жизни, стать уважаемым человеком, само просыпается у мужчины. Это не надо как-то активизировать. Для этого не нужно дополнительное знание. Это само по себе просыпается в человеке, если он хоть немножко уважает себя как личность. Если женщина не уважает себя, она не хочет быть красивой. Это не быть красивой. Обычное уважение мужчины к себе это добиться чего-то в жизни. Если он себя не уважает, значит он ничего не добивается. Но что же такое другая судьба, которая от Бога? Что же это такое? А это та сила, которая приходит через статушек. Сам человек чаще всего не может себе это открыть. За редким исключением. Допустим, не каждая женщина может заботиться о нищих детях, как это делала мать Тереза. Не каждая женщина способна радовать своим пением людей. И пением не просто развлекательным, а нравственным пением, возвышенным пением. Не каждая женщина на это возможно способна. Не каждая женщина способна сочинять возвышенные стихи. Не просто стихи, которые вызывают балдеж и радость, а возвышенные стихи. Не каждая женщина на это способна. Для этого нужно направить. Есть женщины, которые имеют способность писать стихи, но писать стихи, которые будут угодны совести человека. Не каждая женщина может. Не каждая женщина может стать такой учительницей, которая бы воспитывала святых людей. Для того, чтобы она стала таким, такой учительницей, у нее должен быть учитель, который ее направит в эту сторону. Есть много учителей хороших, талантливых, которые могут воспитывать детей, но воспитывать возвышенных детей не каждая женщина может. Для того, чтобы она это смогла сделать, для этого нужно, чтобы у нее был старший наставник, который направит ее на правильный путь. У каждого человека есть такая способность, которая может дать людям величайшее благо. Эта способность называется даром. Как, допустим, некоторые люди говорят, а у меня знаете какой дар? Я могу много кушать. Это не дар. Или я могу сладко спать, или я могу сексом заниматься по три часа. Это не дар. Это то, что ты можешь помочь только тебе самому. Но дар означает то, что поможет человечеству, людям. Вот это дар. И знаете, о чем здесь говорится? Это абсолютно истина. Этот дар есть у каждого человека. Вопрос заключается только в том, что не каждый человек идет путем миссии. Большинство людей живут для себя, идут путем кармы. Одни люди идут путем кармы, просто сильно хотят быть счастливыми. А другие люди побеждают это желание в себе и сильно хотят сделать счастливыми другим. Но ты и был неправ. Ты все свалил за час. И через час твой огонь угас. Но на земле стало всем светлей. Вот об этих людях поются. Понимаете, о чем мы говорим? Ну то есть такие люди, они отдают свою жизнь. Они жертвуют свою жизнь. И это называют миссионерами. Такие люди имеют необыкновенное счастье в сердце. Потому что когда человек добивается того счастья, которое приходит к нему по судьбе, он попусту тратит свое время. К нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез. Причем тут вообще горькие слезы? А вот при чем. Надо понять такую вещь, что пашешь ты, как и шаг, или просто работаешь, потому что надо кормить семью. Ты должен знать, что богатство в твою жизнь придет все равно в свое время. И в свое время ты его начнешь терять. Только если ты пашешь, как и шаг, то ты можешь больше заработать богатство, которое должно прийти в свое время. И это богатство, которое ты лишнего заработал, оно заберет у тебя здоровье, свободное время, отношения в семье, потому что некогда будет общаться, отпуск, в котором ты должен быть духовное развитие, некогда развиваться духовно. Оно заберет у тебя также твой интеллект, потому что когда человек пашет слишком много, он дупеет от этого. Это излишнее богатство также заберет у тебя здравый смысл, потому что ты будешь думать, что вот столько денег тебе положено по судьбе, и ты на них будешь рассчитывать, не зная, что когда придет время терять богатство, ты потеряешь не столько, сколько тебе положено, а столько, сколько ты заработал. Это тайна, которую мало кто знает. Поэтому люди, которые пахиваются ради того, чтобы разбогатеть, они на самом деле просто изнашивают свою жизнь. Если человек все свои творческие силы, весь твой потенциал направляет в сторону удовлетворения своих желаний, этот человек просто разрушает свою судьбу, потому что судьба имеет такое свойство, оно как качели. Если ты посередине качели находишься и работаешь столько, сколько нужно в жизни, отдыхаешь столько, сколько нужно, тратишь время на личную жизнь столько, сколько нужно, ты ведешь балансы, не туда, не направляя качели, не сюда, то ты счастлив. Ведь правда быть счастлив, когда у тебя есть свободное время жизни. Пришел, отдохнул. Счастье, когда у тебя есть возможность пообщаться с друзьями. Счастье, когда у тебя есть возможность спокойно относиться к своим финансам, не париться. Так, это же счастье. А несчастье, когда мне не хватает денег, это несчастье. Как вы думаете, вот бывают такие люди, которые очень бедные в природе, но они счастливы. Человек в религии живет, он не надпел, он такой счастливый, у него там есть, чуть-чуть покушать, коробка есть там, он не парится, такой счастливый. Есть такие люди. И мы их считаем, какими людьми? Недалекими людьми, глупцами. Живут в какой-то деревне зачуханной. Нет, чтобы жить в религии. Почему там делают этот древний купец? Почему он радуется этой земле, этой коробке? У него ничего нет в жизни. Не может себе позволить джинсы. Там еще что-то. Айфон пятой модели. Не может себе позволить, не глупец. Хорошо, глупец, давайте рассуждать дальше. А к чему стремятся богатые люди? Где они хотят жить? На 25 этаже? К чему они стремятся? К тому, чтобы жить в деревне. Богатые люди стремятся к тому, чтобы жить в деревне. И самые богатые люди к чему стремятся? Чтобы жить в деревне, еще поменьше работать. Чтобы за них работали их подчиненные. А самые богатые из них стремятся еще в свободное время что-то делать на огороде. Потому что общение с землей – это счастье. И вот так же у них появляется хобби завести себе корову, пусть не общаться так же. Получить счастье от отношения с коровой. Субтитры подогнал «Симон»